Добрый день, дорогие друзья! Ну вот наступил второй календарный месяц лета. Этот месяц отличился с самого начала тем, что теперь в Анапу, в объекте размещения, можно заселиться только при наличии отрицательного ПЦР-теста, либо сертификата о прививке, либо же при наличии справки о медотводе по каким-то медицинским показаниям. Сегодня мы с вами находимся на так называемом железобетонном пляже, пляже, на который ведет лифт с высокого берега. Предлагаю вам посмотреть, какая ситуация здесь на нем. Сегодня жара жаркая, 31 в тени, до 33-34 под прямыми солнечными ночами, водичка в море 25 градусов на глубине, до 27 на мелководье. Посмотрим, сколько здесь отдыхает людей, так что смотрите внимательно, но, возможно, именно вам этот пляж весьма-весьма кажется симпатичным. Железобетонный пляж, на котором мы находимся, соседствует с пляжем высокий берег в Малой бухте. Вот оттуда можно пройти, буквально тут в 50 метрах пляж, и вот там даже, видите, виднеется жилой комплекс Золотая бухта. Здесь уже начинается территория пляжа. И этот пляж в плане покрытия своеобразен. Он действительно, видите, здесь много железобетонных элементов, и это не прихоть прямо-таки дизайнеров и архитекторов этого пляжа. Это была явная необходимость, потому что именно вот в этом районе высокий берег у нас в Унапе, в районе набережной, очень сильно стремится к разрушению, к оползанию. Поэтому это была просто техническая необходимость, чтобы укрепить высокий берег и пляжное пространство огромным количеством железобетона. Сразу хочу обратить внимание на то, что ни в коем случае, если вы первый раз окажетесь на этом пляже, ни в коем случае вот отсюда не ныряйте, потому что здесь, во-первых, мелко, а во-вторых, внизу, смотрите, какие волны камня. Тут, по идее, для пущей безопасности нужно, конечно же, оградить заборчиком. Можно поставить заборчик. Здесь места в тени, в полутени. И для того, чтобы пойти купаться в море, на большинстве участка этого пляжа, есть вот такие лесенки, чудесенки, по которым можно спуститься и пройти прямо на глубину. И плюсы этого варианта в том, что ты проходишь, и оттуда можешь уже сразу начинать плыть, а не карабкаться на мелководье через камни, скользкие в том числе, и на которых можно подскользнуться, опять же, упасть. На этом пляже серьезная заполняемость, написано, дайвинг-прокат маски-трубки-ласты. То есть, если вы не взяли с собой маски-трубки-ласты, то здесь вам могут их выдать на прокат на этом пляже. Здесь спуск, такая платформа для любителей загорать на своих подстилочках прямо к самой кромке воды. Опять же, видите, железобетонное укрепление. Ну, своеобразный пляж. Лично мне такая концепция пляжа не нравится. Мне нужна либо галька, либо камешки, либо песочек. Но, если кого-то такая концепция пляжа не пугает, да, не смущает, вполне можно купаться и наслаждаться пляжным отбухом. Видите, повсюду здесь лесенки, и люди создают прямо такую своеобразную очередь в море, да, чтобы спуститься. Ну, и обратно очередь из моря получается. Прямо вообще. И вот здесь в рамках укрепительных береговых сооружений несколько этажей. Здесь так называемый зимний пляж, всякие кафе. Там сверху так называемая белая набережная. И вот здесь лифтовая. Люди собираются тоже, занимают очередь на лифт, чтобы подняться. В принципе, очень удобно. И на уровне где-то пятого, шестого этажа поднимается лифт, и вот там люди уже выходят, ну, и заходят обратно. Заходят те, кто хотят попасть на этот пляж. Валичка в море бутноватая, но дно видно. И это уже радует. По идее считается то, что на гальчных пляжах вода в море чище, чем на песчаных. А когда особенно на песчаных начинают цвести водоросли, тина в частности. Но не всегда это бывает именно такая закономерность. Как говорится, как повезет. Но вот именно в общем и целом на гальческом местных пляжах Анапы можно в июле-августе с большей долей вероятности обнаружить чистое море, чистый вход, чистая мелководья. Вот, кстати, очень небольшой участок здесь на пляже, где сок тут. Буквально 2-3 метра галечки. Здесь, видите, стопроцентная заполняемость этого участка. Люди приходят со своими подстилками, со своими зонтиками. Привет, мама. Я тебя поздравляю с днем рождения. Я тебе желаю счастья, здоровья, всего самого наилучшего. И чтобы твоя жизнь была прекрасной. Привет тебе. Как отдыхается? Отлично. Как сегодня погода? Хорошая. Вода чистая. Вода чистая. Волон нету. Теплая вода? Теплая. 24 г. Не слишком жарко? Да нет. Более-менее. Плавец плавает. Крочный километр. Замечательно. Замечательно. Так что мы редко из воды вылазим. Сколько дней уже отдыхаете в Анапе? Ну, он приехал. Я здесь живу. Ага, вот как. Я к дедушке и бабушке приеду. О, замечательно. Да, где-то в месяц. И это в Анапе как проходит? Отлично? Отлично. Все супер. Замечательно. Ну, хорошо. Все. До новых встреч. Давайте, счастливо. Спасибо. Удачи канала. Здравствуйте, пожалуйста. Прокат лежака 150 рублей в день. 150 рублей в день, ребята. Это дешевле, чем на соседнем пляже Усокий берег Малой бухте. На том пляже 200 рублей в день. Кабинка для переодевания. Ну, в общем, очень много инфраструктуры, очень много услуг. Допустим, массаж даже прямо на пляже. Так что, если вы приедете на пляж, и вдруг окажется так, что вы начнете скучать на пляже, то можно той иной услугой воспользоваться, чтобы себя дополнительно поселить. Миленькая галька. Плохо, конечно, что здесь совсем чуть-чуть ее. Здесь всякие кафешки. Очередной кластер с лежаками в тени и полутени. ковровые дорожки прямо ведут к спускам в море. Прямо по-царски, да? Продолжают тему ковровой дорожки водорослей, которые растут прямо на ступеньках этой металлической лестницы. И прямо можно видеть, да, что люди именно здесь спускались по этой лестнике, потому что они так перпендикулярно береговой линии выстраиваются в линию, которая уходит до горизонта. Ну, естественно, ограничивая, ограничиваясь буйками. В общем и целом, как видите, весьма благоустроенный, комфортный пляж. и в принципе не сказать, что слишком много на нем людей, да? Людей на нем много, людей на нем, ну, прямо-таки достаточно, но без переизбытка, как говорится. И весьма демократичная стоимость лежаков. Что тоже немаловажно для, скажем, семейного бюджета, если вы хотите сесть в семье перейти, то, допустим, три человека, умножаем стоимость лежака на три, да? Если, допустим, вы придете на странный пляж, там лежак стоит на день 300 рублей, а на час 100 рублей, там час 100 рублей, а здесь на целый день 150 рублей. То есть, как бы, разница уже такая, существенная, очевидная. И для семейного бюджета весьма-весьма заметная разница. Прокатка тамаранчиков. Вот на странном пляже стоит сколько там, 1000 рублей в час, 700 рублей 30 минут. Здесь, наверное, думаю, можно на это ориентироваться. Тоже, примерно. А тут дайвинг, дайвинг. Центр морская звезда. Ну, типа, как минимум, можно поплавать там с ластами, с маской, с трубкой. ржавый якорь. Как будто приперли. Ну, и там дальше, собственно, подводное плавание с ахвалангом 1800 рублей. Прокат, маска, трубка 100 рублей в час, ласта 100 рублей в час. Комплект, ласта, маска, трубка 150 рублей в час плюс залог. Интересно. И дальше, дальше у нас дикий пляж там находится. Все как бы на этом благоустройство заканчивается. И в той стороне у нас пляжи, ближайшие, это район Маяка, Тургеневский пляж, Тургеневский спуск, пляж Турдящихся. И уже там, далее, за ними пляж 40 лет победы. Ну, кому какой нравится, зато здесь как раз тебе заканчивается железобетон. Вот эти камни, обратите внимание, их не просто какой-то ландшафтный дизайнер, человек разложил, да, они реально попадали вот оттуда. Так что насчет камнепада, это не просто текст, не просто слова, это как бы наглядно видно. Другой просто, они не так часто падают. Здесь, кстати, здесь, на этом участке пляжа и там, далее, зимой, когда минусая температура, скажем, минус 10, отличные такие сосульки, сталактитоподобные. И вот эти грунтовые воды здесь стекают. Очень многие люди спрашивают, а можно ли их пить? Ну, ребята, я вот коренной напчанин, родился, вырос в Анапе, я ни разу не пил эти воды. Ну, это грунтовые воды, не знаю, насколько они здесь чистые, фильтрованные, мне это неизвестно. Здесь тоже, видите, железобетонные укрепления, держатели, железобетонные, береговые держатели, чтобы высокий берег не сполз просто сюда. Есть прямо вот круглогодично такие залоги, если лягушки живут. В общем, такой микроэкоуголок своеобразный. Место для курения здесь обозначено. Ну вот, друзья, мы с вами посмотрели, какой сегодня классный пляжный день на железобетонном пляже, на пляже с лифтом. Также этот пляж называется пляж Малая Бухта. На высоком берегу по названию санатория, который обслуживает этот пляж, ведет на нем инфраструктуру. Погода отличная, погода жаркая, по-настоящему летняя, уже по-настоящему июльская. И людей в Анапе много, но имейте в виду, то, что с 1 июля нужна либо справка при заселении в объект размещения, либо уже сертификат о вакцинации. Так что, друзья, ставьте лайки, пишите ваше мнение, собираетесь ли вы приехать в Анапу, либо поменяясь планы, либо для вас уже кажется, например, может быть, Турция или Крым более привлекательными в плане пакета документов, чем Анапа. Пишите ваше мнение, буду рад выслушать все ваше мнение. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался, делитесь этим видео в социальных сетях с вашими друзьями, родственниками, коллегами, как можно больше людей знает, что на самом деле происходит в Анапе. желаю всем добра. Если кто все-таки, несмотря ни на что, хочет посетить Анапу этим летом, не дерзайте, не отказывайтесь от своих планов, но, пожалуйста, отнеситесь к этому своему решению взвешенно, плюсы и минусы продумайте. Все, друзья, до новых встреч, до новых эфиров, до новых репортажей. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»